Подчас из-за действий преступников, желающих наживиться, страдает окружающая среда. Неоднократные незаконные действия приводили к тому, что в водоемы попадали химические вещества. Последний такой случай был зафиксирован несколько дней назад, 23 февраля. Было нелегальное подключение через шланг к нашему трубопроводу. И этот шланг лопнул и как раз лопал в том месте, где переходил через этот ручеечек. И визитное топливо стало поступать в этот ручей. По нему нефтепродукты попали в речку Лауцеса. В тот же день начались работы по устранению последствий. Первый день были вызваны работники, наши работники службы обслуживания и ремонта, которые заняли как раз установкой заграждения, чтобы не было выхода в речку, и предотвращением разгерметизации трубопровода. И на следующий день уже принимались более серьезные меры. Работала фирма Винтека, которая специализируется на выполнении санкционных работ. И наши службы обслуживания и ремонта, которые тоже занимались установкой двух стекадов сифонов, по два сифона в каждом, для того, чтобы дать возможность в воде из ручья, уже чистой воде из ручья, выходить в речку. Ну, соответственно, были поставлены заградительные боны по речке Лауцеса. Недалеко, где-то в районе 500 метров, были установлены три заградительные боны. И уже по выходу речки Лауцеса в Далгово тоже каскад из двух заградительных бонов был установлен, для того, чтобы уже иметь гарантию, что нефтепродукт уже не будет выходить в Далгово. По словам жителей города, часть нефтепродуктов все же попала в Далгово. Об этом красноречиво свидетельствуют фотографии. Именно поэтому руководство Далговпилского самоуправления не рекомендует горожанам использовать воду из рек Лауцеса и Далгова даже для хозяйственных нужд. На данный момент разлившиеся нефтепродукты практически собраны. Однако боновые заграждения на реке еще будут оставлены на некоторое время. Предприятие ЛАТ Ространс передало всю имеющуюся у них информацию сотрудникам государственной полиции, которые начали по факту незаконного подключения уголовный процесс. Кроме этого, данные отправлены и специалистам государственного управления окружающей среды.